И снова выборы главы Хасанского района признаны несостоявшимися. 4 февраля на очередном заседании Думы ни один из кандидатов, представленных к депутатскому корпусу, не смог набрать необходимого количества голосов. Почему депутаты не смогли сделать важный выбор и сколько еще Хасанский район будет без главы, смотрите в нашем следующем сюжете. На повестке дня очередного заседания Думы Хасанского района перед депутатами стоял, пожалуй, самый важный вопрос – выборы главы района. Правда, собрать полный состав депутатов не удалось. На заседании присутствовали всего 18 народных избранников из 24. На голосование были вынесены две кандидатуры – глава Хасанского городского поселения Иван Степанов и предприниматель из Владивостока Корней Савченко. Каждый кандидат выступил перед депутатами и рассказал свое видение работы на посту главы Хасанского района. Сразу после этого состоялось тайное голосование. Правда, при вскрытии ящика было обнаружено всего 17 бюллетеней вместо 18. Депутат Игорь Зубков не бросил свой бюллетень в избирательный ящик. Голоса распределились таким образом. За Ивана Степанова проголосовали 12 депутатов. Корней Савченко получил лишь один голос. Три бюллетени были с пометкой «Против всех» и один недействительный. Таким образом, победитель в очередной раз не определен. Для победы кандидату необходимо было набрать не менее 13 голосов депутатов. На самом деле, Хасанский район уже больше года без законного главы. Есть исполняющие обязанности. Я не говорю, что он плохой, но вопрос в том, что нельзя долго быть временно исполняющим, потому что у тебя нет всех тех полномочий, которые нужны. Поэтому прежняя дума не вынесла решение по главе и нынешняя. Я считаю, что если ты избрали депутатом, то ты, пожалуйста, будь любезен исполнять свои полномочия. На мой взгляд, я убежден, что сегодня дума проявила свою несостоятельность. Отметим, что Хасанский район живет без главы с декабря 2017 года, когда досрочно в отставку ушел Сергей Овчинников, руководивший муниципальным районом с 2013 года. И с тех пор ни пятый, ни шестой созывы депутатов так и не могли определиться с кандидатурой на пост главы района. Я считаю, что все остается на совести людей, которые опять отбросили возможность району развиваться с главой на неопределенный срок. Поэтому считаю, что так поступать нельзя. И такие вещи только тормозят развитие. Кандидат на должность главы Иван Степанов, за которого проголосовали 12 депутатов, поблагодарил всех за поддержку, а также высказал свое мнение по поводу прошедших выборов. Если есть право голосовать, ему это право дали жители, и он представляет жителей, а не себя хорошего, любимого. То есть надо голосовать, против проголосовал, ради бога, а то вот я хочу голосую, хочу не голосую. Теперь Думе Хасанского района предстоит определиться в дальнейших процедурных вопросах. Нам в дальнейшем предстоит несколько этапов, которые мы должны сейчас обсудить все вместе с депутатами, проговорить с прокуратурой, отработать всю законодательную базу и провести еще одно заседание. Пока же исполнять обязанности главы Хасанского района остается Валерий Алпатов. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Александр Вабарин. Новости Славянки.